Девушки отдыхают Интересно, что я здесь не видела бродячих собак от слова совсем Но котов, которые хатуют, если говорить на иврите Здесь просто невероятное количество, они просто в каждом дворе Скажи, пожалуйста, ты по какому принципу выбирал квартиру? По самому быстрому Ну, то есть соотношение цена-качество, правильно? Ну, плюс-минус Из тех предложенных вариантов, которые были на тот момент Это самое объективное, за нормальные деньги Скорее, данная квартира, которую я здесь снял Вышла порядка 2800 шекелей С мебелью совсем с опустили Если взять бездержайшие дома Буквально пару домов Две сто, две двести Но это у арабов Последние этажи и без мебели Последние этажи, жарковато, да? Жарко будет Жарко будет, ну ясно Ну ладно, пойдем тогда Мы находимся в подъезде Вот мы дошли с нулевого, грубо говоря, этажа Там нет жилых квартир Это, грубо говоря, первый этаж Женя живет на втором Ну, вот так вот выглядят подъезды в этих домах На самом деле, я сама первый раз в такие попала Поэтому я вместе с вами смотрю это первый раз Женя Да Да, да, да Две триста или три двести? Две восемьсот Две... Че, цвет волос? Ладно Две восемьсот Что сюда входит? Просто аренда квартиры с мебелью Все Все, поняла Здесь есть так называемая Арнона Да? Да Арнона, это, насколько я поняла В принципе, такой муниципальный налог Который за уборку Там еще за какие-то вещи, да? Он берется государством Вот за ту уборку, которую нет, если честно Ну так, если вот Я за то, чтобы с позитивом обо всем Но есть какие-то вещи, которые надо говорить Потому что их видно Вот Сколько Арнона? Семьсот За два месяца Триста пятьдесят шейкелей В месяц Новым репатриантом, которым мы и являемся Здесь предоставляют на год скидку на эту Арнону На этот налог Ну, в общем, да, результат налицо Результат весь на улице, вы его видели Триста пятьдесят минус девяносто процентов Это что получается-то? То есть, тридцать пять шейкелей в месяц На ближайший год Это есть вот эта Арнона Так, значит, две восемьсот плюс тридцать пять Мы будем считать, что ты ее прошел Что еще? Какие расходы? Коммунальные Свет вода? Да Это сколько? Триста пятьдесят четыреста в месяц Так, две восемьсот плюс условно четыреста Это у нас получается три двести и тридцать пять вот это Арнона Это то, что ты будешь ежемесячно платить за эту квартиру Ты эту квартиру снял для твоих детей и для супруги, соответственно, и для своей семьи Эта квартира, конечно, веется в ком Даже вот эти вот полочки Не полочки, это дверцы шкафов Они очень напоминают восьмидесятые годы советские кухни Но я всем всегда говорю Ну, во-первых, здесь мне больше нравится, чем на советских кухнях Потому что уюта здесь, видимо, за счет цвета вот этого больше А во-вторых, я всегда говорю, что чем старее, что ли, мебель Тем лучше для потенциального нанимателя Потому что цена И всегда, когда я даже в Москве продаю вот объекты Нет лифта, например, в пятиэтажке Я говорю, ребята, это плюс И все такие с глазами странными Какой же это плюс? Я говорю, ну, если бы тут был лифт Ценник был бы плюс полтора-два миллиона больше Вот, как бы, так мы вошли в бюджет высоко Мы в какой комнате находимся? Вообще, сколько тут комнат? Две комнаты, это гостиная То есть это тот самый салон, так называемый, да? Который вот в Израиле нет гостиной Половинка, половинка Половинка салона Или половинка? Которая считается у нас половинка Ни то, ни все Вообще, кстати, нам сказать, что достаточно уютно В отличие от, мне кажется, наших московских пятиэтажек Не знаю, как в Калининграде Потолки здесь достаточно высокие То есть на голову на самом деле ничего не давит Здесь есть балкон, да? То есть вот это вот сдвигается штука Типа лоджии Ну, типа лоджии, да, сюда И там можно устроить Ну, либо использовать тоже как кусок комнаты Либо можно закрывать И там кто курит, тот курит А кто не курит, тот продолжает работать Все как обычно Вот по поводу нету стекол Ночью холодно? Первую ночь, да Потом что, привык? Или согрелся? А что произошло? Появилось два обогревателя Кондиционер заработал Ага И нормально С другой стороны, ты закрыл, собственно говоря, лоджию И вот тебе и те же самые стекла Вся дверь купе Деревянная Я, кстати, очень люблю дерево Потому что это экологично Спальня Да Ну, тоже уютно Вполне Вообще, кстати, хочу сказать, что квартира Чистая, уютная Аккуратненькая И какого-то отторжения не взывает Особенно за те деньги Которые ты за нее платишь Прям вообще все хорошо И оттуда можно зайти И отсюда можно зайти Ну, здорово Тут все помещается и комод, и двуспальная кровать, и огромный шкаф И мозган Вот Ну, как уютно А там что, тоже окон нету стекол? Есть Там окна просто Просто, просто, просто Окна, они как жалюзи А, ага Окна Малюсенькие, конечно, везде Видимо от жары Люди все прячутся Как бы ничего не сломать Ну, ладно Это детская С красивым Вентилятором Прикольно Так, пойдем смотреть санузел? Пойдем Пойдем Слушайте Ну, вот Непонятное Дизайнерское решение Честно Сделать дверь в туалет Внутрь Потому что Ну, ты зашел Ты динс Ты динс Ты динс Ну, как-то вот Мне кажется, что дверь все-таки должна наружу открываться Пойдем в ванну посмотрим Ой, какая зелененькая Ну, какая зелененькая ванна Вот это я прям точно попала, мне кажется, к своей бабушке в квартиру Ну, опять же, слушайте Ну, не знаю Все равно уютно как-то Не совсем белая больничка Теперь, уважаемые зрители Вы имеете представление о санузле Он на самом деле абсолютно стандартный Такой, как мы привыкли видеть в пятиэтажках, в девятиэтажных домах А в Москве или в остальном всей России И все это, что я посмотрел, самое оптимальное получилось Просто Объяло выскочило Ну, не знаю, это так много, как горячие пирожки раскупают Ну, как в Москве, когда я начинал работать в 2006 году я начала работать риэлтором Короче, в 8.30 выскочило объяло В 8.45 я уже здесь И в 9 мы договор В 9 договор Нет, договор через две недели только получилось А вот договор, вот это я как раз хотел у тебя спросить с учетом того, что мы с тобой в одной группе изучения языка находимся Иврита Иврита Йозеф договор читал, да? Нет Подожди, как ты его подписывал? Google Translator А Все Просчитал, какие-то замечания, все сразу Техника дошла Google Translator Уверен ты, что Google все правильно перевел? Ну, тетя еще посмотрела Да? Вот Все-таки нужны живые глазки Поэтому, когда мне говорят, что Ой, профессия риэлтора Скоро будет не нужна Я всем говорю, ребята Всегда будет нужно Потому что роботы Это роботы Они тоже могут ошибиться И заглючить Поэтому договора должен читать все-таки живой человек, который знает язык Вот это очень важно Что я никак не могу понять Это и в старых домах, и в новых домах Почему все полы абсолютно в плитке Я понимаю, что здесь 40 градусов жары летом Но Зачем плитку-то везде класть, чтобы потом на нее класть везде ковры Да? То есть куда не зайдешь, в какую квартиру Везде лежат коврики, ковры, паласы Тогда объясните мне А зачем в принципе класть в комнатах именно плитку, чтобы потом эту плитку залепить коврами, ковриками, паласами? Если кто-то знает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях Спасибо тебе большое за эту экскурсию За то, что согласился принять меня у себя в гостях Показать свое жилье Рассказал, сколько это стоит Какие плюсы и минусы В общем, прям огромное тебе человеческое Спасибо Пожалуйста Приходи еще Да Или больше не приходи Посмотрим Еще что для меня лично непонятно Это почему все коммуникации снаружи То есть я понимаю, что, наверное, это удешевляет само строительство Ну или удешевляло все-таки сейчас Новые дома уже как-то стараются делать более эстетично Но почему, например, нельзя это как-то зашить И сделать более эстетичным видом Вот это для меня не очень понятно Но если посмотреть на все эти дома на ножках То вот они все такие Абсолютно все коммуникации Все наружу Это вот сливной стояк Здесь вот всякие вот из туалета нечистоты туда текут Иногда даже не иногда Это всегда слышно То есть если рядом стоишь, все слышно Газовые трубы, водяные Все-все-все-все-все вот прям наружу Как и счетчики Так, я вам показала среднестатистическую квартиру С двумя спальнями изолированными Гостиной и кухней В среднестатистическом доме на ножках В городе Ако Мы находимся на севере Израиля Но, в принципе, дома на ножках Они все плюс-минус одинаковые Я, Екатерина Андреева Агентство недвижимости Кригер Искренне надеюсь, что этот выпуск был для вас интересен Полезен Делитесь всем с друзьями И подписывайтесь на наш канал Пока! Пока!